Итак, приветствую вас, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Сегодня у нас Битва Замков и выходит рубрика под названием «Мысли в слуху». Кому-то она нравится, кому-то нет. Кому нравится, поддержите видос сразу лайком. Кому не нравится, можете его просто взять и закрыть, потому что сейчас я буду 20 минут балаболить и бомбить по некоторым игровым моментам. И также хотелось бы предупредить вас о том, что в данном видео будет присутствовать нецензурная лексика. Я не могу никаким образом этого избежать, потому дамы, девушки, женщины, беременные женщины, дети, лучше также вырубить видос, чтобы потом в комментариях не писали, какой же я все-таки плохой. Но дело в том, что некоторые вещи, о которых я сегодня буду разговаривать, нужно называть своими именами. Также это видео отчасти плагиатура на 83 и ссылочка на его канал будет находиться в описании, так что переходите и подписывайтесь. Давайте я начну свое повествование с одной достаточно интересной и даже грустной истории. Был у меня сагильдеец, звали его Сашка. Это донатный аккаунт. У него на то время присутствовала разруха, и разруха считалась достаточно хорошим и крутым героем. И в игру, представьте себе, добавляют черепа. После того, как непрокаченный череп убивает прокаченного разрушителя Сашкиного, Сашка психует, говорит, нахер мне эта игра там, где я донатил специально под крутого донатного героя, и этого крутого донатного героя потом какой-то сраный вновь добавленный череп выносит один на один, при том, что разрушитель стоит на таблетке под защитой. А он психанул и подчистую слил свой аккаунт. Кто-то, возможно, из вас не помнит, но когда добавлялся череп, он считался очень крутым легендарным героем. Имбовым легендарным героем. Идем далее. Смотрим, к примеру, на такого героя, как Дед Мороз. Где же он у меня? А он у меня до сих пор с первой эволюцией. Кто-то может мне не верить, кто-то может меня засрать в комментариях, но я вам скажу одну достаточно интересную вещь. В особенности удивятся те игроки, которые совсем недавно начали играть. Эта вещь, штука заключается в том, что когда-то мы не могли пройти эс-волну, если у тебя на аккаунте не было Деда Мороза. Бытовало мнение, что без Деда Мороза эс-волну пройти невозможно. Идем далее. Смотрим, к примеру, на такого героя, как Дракон. Когда его добавили, он просто считался очень крутой имбой, очень полезным героем. Все по нему просто текли, как сучки. И также я лично уже считал, когда мучил волну Т, то что я не смогу пройти Т-волну, пока у меня не появится Дракон. Прошел волну Т без Дракона. Идем дальше. Кто-то помнит, но в нашей игре еще существует такой герой, как Арктика. Давайте же я данного героя вам, друзья, покажу. Где же он? Он уже, посмотрите, достаточно старый герой, да? И я его даже что-то найти не могу. Но тем не менее, когда добавили Арктику, это тоже считался, ну, по сути, имбовым героем, очень крутым героем, который помогал как на волнах, так и в ПВП режимах. И каждый раз я, вы бомбили по поводу того, что добавили нового имбового, непроходимого, неразрушимого героя. Я уже молчу про Арктику. Смотрим на Арктику. Ой, не на Арктику, а на Вольтора. Когда добавили Вольтора, вспомните, как я орал, что это просто ужас, что в то время одним Вольтором можно было пройти реально там любого противника. Просто одним Вольтором. Это был очень крутой имбовый герой для Битвы Гильдии. Просто непобедимый. Что мы видим сейчас? То, что Вольтор как хуйня под забором. Никому не нужно на Битве Гильдии. Обращаем внимание на такого героя, к примеру, как Анубис. После того, как ввели Анубиса, мы понимаем, что Вольтор, ну, как бы... Всё. До свидания. Сейчас на Битве Гильдии Анубис, наверное, больше нужен, чем тот же Вольтор. Но это всё фигня. Мы же тоже и по поводу Анубиса кричали, что это неубиваемый, непроходимый герой. Что у нас происходит дальше? Добавляют дисбалансного стрелка. И мы также кричим, что его невозможно пройти, его невозможно убить и так далее. Ну да, это дисбалансный герой. Но мы как-то это пережили, смирились и умудряемся проходить Битву Гильдии и убивать данного героя. Вот это вот всё предисловие. Я специально сказал, чтобы когда я сейчас начну бомбить по поводу нового донатного героя под названием «Которое я забыл» Некрос. Вот когда я по поводу него начну бомбить, чтобы вы вспомнили мои предыдущие слова. Когда у меня чувак из гильдии сливал свой аккаунт из-за того, что добавили черепа. Ну а побомбить есть по поводу чего? Посмотрел видосик Урана, ему подписчик переслал с Мобизена записанный отрывок того, как на него нападал такой герой, как Некрос. Вы сейчас этот отрывок видите на своих экранах. Я вам также напоминаю, что ссылочка на видос Урана 83 на его канал находится в описании. Она ещё никуда не убежала. Вот, и по этому видосу мы видим, что просто на базу с достаточно хорошей защитой, по крайней мере, там стоят Анубис и Малышник, там, ну, вся эта херобора, Стрелок со второй эволюцией. Вот. Нападает Некрос первой эволюции 185-го уровня, недокачанный, хер знает какое умение. И он просто вышатывает пол базы, его невозможно убить. Он не восприимчив к вертолётам, к этой сранче от Стрелка. Вы прикиньте, просто Саранча не может его никаким образом убить. Он не восприимчив к понижению энергии, он не восприимчив к урону. Он, по сути, бессмертный. И эта вся херобора у него действует 3,5 секунд из 5 секунд. То есть, из 5 секунд, из каждых 5 секунд у нас только полторы секунды, чтобы нанести ему какой-либо урон. И ещё раз, ребятки, вы смотрите сейчас на этот видос и, ну, понимаете, что это всего лишь первая эволюция. И, возможно, там даже и не топовый игрок. А если данного героя раскачать на максимум, сделать ему вторую эволюцию, достать хороший талант, поставить нормальную чару, наролить ему созвездие, то полный пиздец приходит. Реально, ребятки, я хер его знает, как его убить на битве гильдий. Разработчики нас подталкивают к тому, чтобы у нас просто не оставалось другого шанса, как проходить игроков на битве гильдии, да, топовых, используя Минотавра. Понимаете, в чём фишка? Уже многие топ-донатеры, у которых есть абсолютно все герои, все созвездия, всё у них хорошо, таланты, какой ты хочешь, просто как на аккаунт ты смотришь, до него никаким образом не придраться. Многие топ-донатеры, если не используют Минотавра, обходят топов на битве гильдий, чтобы не слиться. Понимаете, о чём я говорю? Что будет, когда добавят этого некраса? Хер его знает. И на видосе этот некрас реально один с первой эволюции вышатывает пол базы. Разработчики не оставляют нам выбора. Единственный выбор у нас заключается в том, чтобы ходить на битвы гильдий, используя Минотавра. И я не знаю, это хорошо или плохо, но я боюсь, что в один прекрасный момент разработчики сделают так, что мы не сможем использовать Минотавра, а это сделать достаточно легко. И тогда жопа. Большинство самых сильных топовых игроков, их просто будет невозможно пройти. Никому будет невозможно их пройти. Даже таким же топ-донатерам. Потому что всё это, можно упереться герой на героя и три минуты простоять. Я как бы офигеваю. Я уже молчу про то, что я не до конца изучил умения данного героя, ребятки, и до конца его не понимаю. И даже не хочу сейчас вникать, пока данный герой не попадёт ко мне в руки на обзор. Но я не удивлюсь, что если этот герой будет стоять на защите, он будет каким-нибудь образом интересным подпёрдывать, и когда ты будешь пытаться его миносом пройти, он там херак будет минусовать этого миноса на расстоянии или ещё каким-либо образом мешать прохождению. То есть реально они сейчас добавили конкретную имбу, и походу это сейчас уже перебор. у меня по поводу этого нет слов. Единственное, разработчиков понять тоже можно. Ну, конечно же, это желание заработать денег, это первое, это в принципе нормальное желание, у меня такое же желание, у всех такое желание, кто будет говорить о том, что нет, я, мне на деньги плевать, я готов всю жизнь роллтонами питаться, ты грёбаный лицемер. Ну вот, давай называть всё своими словами. Ну так вот, во-первых, понятно, они хотят заработать денег, второе, ребят, сами посудите, если они нам дают возможность за самоцветы выбить реально имбовых героев, таких как Стрелок и Анубис, да, Стрелок и Анубис, но это такие дисбалансные герои, то было бы глупо, если бы за донат, за акции, да, эти акции, яйца и прочие хероборы, они добавляли либо какого-нибудь херового героя, понимаете? Ну согласитесь, это глупо выглядело бы, и он нахрен никому не нужен был бы, вот, потому что уже добавили дисбаланса в игру в виде Стрелка и Анубиса, которых мы можем выбить как-то за самоцветы, то есть, ну это вполне логический шаг, то, что они добавили вообще хер знает непробиваемого героя в игру. Идем, идем далее, ребятки, третий пунктик, о котором я хотел бы вам, наверное, напомнить, он заключается в том, что можно, конечно же, сейчас очень долго бомбить, но тем не менее, я реально не сомневаюсь, даю 100%, что пройдет два месяца, четыре месяца, полгода, и этот гребаный некрас станет таким же неактуальным дерьмом, как и Вальтор. Вот и все, я не говорю, что Вальтор херовый герой, но мы все прекрасно наблюдаем картину, как с каждым месяцем Вальтор теряет свою актуальность, я уже молчу про таких забытых героев, как Арктика и простой дракон. Задумайтесь об этом, когда вы будете бомбить так же, как и я, задумайтесь о том, что когда-то люди сливали свои аккаунты из-за какого-то гребаного черепа, добавленного в игру, который казался в тот момент просто не в рот шатал, как коим бой. Вот и все. С удовольствием проведу обзор героя некрас, с удовольствием выбил бы его на свой аккаунт и играл бы им, но пока что не судьба. Завтра будет акция разбей яйца и прочие хероборы. Я думаю, что дадут возможность игрокам получить данного вожделенного героя, но у меня совет к тем, у кого не так уж много денег, там финансы ограничены в виде 30-40 тысяч, может быть притормозите, пока не пытайтесь выбивать его, потому что пока держится этот хайп, сейчас очень много игроков пойдут его выбивать, я думаю, что шанс выпадения данного героя будет конкретно мал. Если вы готовы тратить по 200-250 яиц на выбивание данного героя, тогда идите, если у вас есть финансы. А если у вас там на 150 попыток только, то подумайте о том, что будет, когда у вас закончатся деньги на 150 попытках, а вы данного гандона не выбейте. Это первая тема, которую я хотел обслужить, хотя да, меня часто шлюхой называют почему-то, может быть я и обслуживаю, но тем не менее, переходим к следующей теме, не будем уж сильно затягивать видос, эта тема заключается наградой, которую дали нам в обновлении. Записывая видос о обновлении, я не придал этому сильно большого значения, я такой зашел, типа, ну да, типа норм, херак забрал, сюда зашел, а ну да, типа норм забрал. Я придерживаюсь такого мнения, что любая халява это хорошо. Пускай будут давать полную хуйню, но это халява. Уксус, ну, все вы, все вы помните выражение, на халяву и уксус сладкий. Вот я всегда придерживаюсь этой стратегии. И сильно бомбить по поводу наград у меня нету желания. Вот, потому когда я записывал обзор про обновление, я не придал внимания большого наградам. Потом уже, когда перестал записывать видос, при монтаже я вот такой задумался, блядь, что-то там было странное. Зачем они дали один осколок нового героя? Думал, думал. Потом посмотрел видос Урана 83 по поводу наград на андроиде. Ребятки, я напоминаю, ссылка на его канал никуда не убежала, и вы можете по ней перейти и подписаться на Урана. И как бы, блин, меня бомбануло. Потому что я абсолютно не вижу логики от IGG. И, понимаете, хорошо, они дали две карты битвы забытые. Это очень классно, это офигительная награда. Даже если бы там дали зеленые книжки на халяву уксус сладкий. Все понятно, спасибо. Здесь дают 10 купонов фона. Это тоже очень хорошо, по чуть-чуть, по чуть-чуть у бездонатных игроков накопятся эти купоны на какой-либо годный фон. Почему бы и нет? Вот. Но какого хуя они нам дают один гребаный осколок нового героя? Просто объясните мне, долбоебу, в чем логика? И давайте не будем бобить по поводу того, что это вот русский сервер, русские админы, там одно, второе, третье, это ваша вся тема. Скажу вам так, на английском сервере такое же говно раздают. То есть, по сути, из этого можно сделать вывод, что этим заведуют китайцы. Вот. И, блять, просто объясните мне логику. Объясните мне логику, нахера давать один осколок нового героя? Казалось бы, ну да, тип, неплохо. У каждого есть сотая частичка нового, самого крутого имбового героя в игре. Казалось бы. А давайте посмотрим с другой стороны, как это выглядит для большинства игроков. И для кого, самое главное, вот этот вот осколок может быть полезен. Любая награда, повторяюсь, одна зеленая книжка и то полезнее данного осколка. Я думаю, что все уже, наверное, догадались. Давайте так. к примеру, я донатер и я хочу выбить себе нового героя. Каким образом, сука, мне поможет этот осколок? Объясните. Выбивать я буду, к примеру, с акции. Там, фонтан, мороженое-дерево или разбей яйца. Осколок этот, гребаный, мне никаким образом не поможет. Ладно. Есть ребята, которые, к примеру, этими осколками, они донатили под эти осколки. Они осколки копили и получали вольторы. Красавчики, там сумма получается около 30 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, когда ты донишь под осколки вольторы. Вот. Собираешь 100 осколков, это тебе где-то около 30 косарей выйдет в рублях. Вот. Как этот осколок может помочь тем ребятам, которые будут собирать осколки данного героя? Вы когда-нибудь хоть раз видели, чтобы на базаре, чтобы вот здесь вот на базаре давали, к примеру, не 50 осколков, не 30 осколков, не 10 осколков, а к примеру 49. Или 29. Вы когда-нибудь это, ребятки, видели? Я лично нет. Я тут ошибся. Нам даже не одну сотую частички нового героя дали, а одну двухсотую. То есть, по сути, этот гребаный осколок вообще нахрен никому не упал. Ни тем игрокам, которые донатят, ни тем, кто там также донатит, собирает осколки, потому что он там по 20 осколков соберет, у него будет 200. Этот один осколок будет не при шее кобыле хвост. Хорошо, давайте посмотрим со стороны бездонатных игроков. Они могут обрадоваться, такие, о, бля, у меня появилась частичка нового, блин, героя. Круто. Один осколок. Дальше что? Вы завтра тоже дадите один осколок? И, как сказал Уран-83, если будете давать каждый день по одному осколку, то через 200 дней соберется этот герой? Что-то я так не думаю. Может, через месяц дадите еще один осколок? Я не знаю. То есть, для кого это? Для кого это гребанная подачка? Это, то есть, дают хрень ради того, чтобы дать хрень. Понимаете? Одна зеленая книжка полезнее этого осколка. Или там просто супермаркетологи сидят в Китае, такие, хм, если мы всем дадим по одному осколку нового героя, то какой-нибудь бездонатный игрок такой заберет этот осколок и такой, потому что у меня есть один этот гребаный осколок. А не хуйнусь ли мне 70 тысяч в игру, если, блядь, рандом очередной раз меня выебит в одно место, Я пойду сосать чупа-чупс Потому что из-за 200 попыток Бывает игроки не выбивают новых героев Так у меня вопрос К китайцам Кто там определяет награды на английском андроид сервере На русском андроид сервере и так далее Нахуя вы нам дали Эту хуйню, извиняюсь за выражение Для чего? В чем логика? Это не вам не выгодно Это не нам не нужно Это выглядит со стороны Как со стороны игроков, это примерно выглядит так Кому-то знаете, Айджи Джи дала нам этот осколок И ведет себя И показывает примерно так С этим осколком Гандоны! Мы вам дали один осколок нового героя Дрочите теперь на него Смотрите какой он охуенный А у вас его не будет Это вам лишнее напоминание О том, что вы чмо и говно Привет, мы Айджи Джи Ну это примерно так выглядит Я не знаю, я конечно Может быть не прав Слишком там много мата Но я вас предупреждал Но Камон, ребята Ну лучше бы ничего не давали Дали бы там одну зеленую книжечку Конечно там многие халявщики Бомбили бы по поводу того, что Опять Айджи Джи дали нам Свою подачку Но ребятки, на халяву и уксус сладкий Но этот гребаный один осколок Никому нахуй не упал Ни одному игроку В битве замков Этот осколок нахуй не упал И не будет полезен Вот и все, что я хотел сказать По этому поводу Вот такая вот глупость У нас иногда творится в игре Большущий привет передаю китайцам Спасибо за награду Вот За вот эту вот тему Реально большое спасибо Потому что хочется Ачивочку как-нибудь забрать В полторы тысячи А, в полторы тысячи кулачков Забытые битвы Вот за это спасибо Это пригодится многим игрокам Может быть потом Через пару месяцев Еще докопят А вот за это можете идти Всем удачи, ребятки Не забываем подписываться на канал Или отписываться Если вам такие видосы не нравятся Но я уж такой вот и есть человек И какое есть, такое есть У вас выбор Мириться со мной Или отписываться Всем удачи